Уважаемые родители, я вас приветствую. И сегодня мы продолжим разговор о массаже детей первых месяцев жизни. Значит, следующее движение, вот вместе с Ванечкой мы вас приветствуем. Вот он с вами здоровается, вот помощник наш. Значит, и следующее движение, которое мы с вами изучим, называется вибрация. Вот здесь я сделал небольшое отступление. Дело в том, что вибрации, как массажное движение, мы применяем только у детей маленьких, потому что в дальнейшем вибрация не показана людям, у которых есть воспалительные процессы, ну, скажем, в каких-то органах, системах, позвоночнике и так далее, поскольку они ухудшают состояние. Поскольку мы определяем, что ребенок у нас, в общем-то, физически здоров и развивается, ну, соответственно, возраст, не имея никаких таких вот серьезных проблем, то вибрацию мы применяем, потому что, помимо всего прочего, вибрация усиливает, улучшает обмен веществ в организме, обладает достаточно легким, но четким противовоспалительным, обезболивающим эффектом, соответственно, противовоспалительные тоже. Значит, приемы вибрации несколько. Наиболее применимы у детей раннего возраста. Такие приемы, как потряхивание, поколачивание. Вот, я им сейчас вам покажу. Значит, применяется вибрация быстро, четко, вот, ритмично, и в то же время мягко и осторожно. Значит, потряхивание выполняется прежде всего при массаже груди и живота. Значит, смотрите, как мы это делаем. Мы кладем ладонь на живот и на грудь, беря большой указательный палец, мышцу грудную, и начинаем делать легкие потряхивающие движения. Да, сдвигая пальцы, сдвигая мышцы. Вот, идет, да, вот, идет. Да, при этом ладонь лежит и работает только два пальца. Делаем раз, раз, как щипки. Как щипки, но мы не щипаем, поднимая кожу, не надо ее щипать, а сводим мышцу просто свели-развели, свели-развели, свели-развели. После этого легкие поглаживающие движения. Свели-развели, свели-развели. Опять легкие поглаживающие движения. Такие же движения мы можем делать в положении лежа на спине. Посмотрите, работают два пальца, да? Вот, свели-развели, свели-развели, свели-развели. Здесь еще раз показал, может быть, не столько правильно, мы работаем от ягодичной мышцы, делаем ее и делаем мышцу, ведем до конца поглаживающую, следующую опять свели-развели, свели-развели. Почему подряхивание? Потому что мы работаем постоянно быстро и жестко, и мышца, получается, как бы подряхивается, трясется. Значит, следующее движение, которое мы с вами осуществляем, это поколачивание. Поколачивание может делаться двумя руками, причем руками, пальцем мы работаем, потому что маленький ребенок, поэтому мы можем осуществлять как вариант барабанной палочки, так и вариант, посмотрите, пальцы работают одной руки, особенно если нужно придерживать. Вот мы делаем поколачивание быстро и достаточно эффективно. Опять поглаживание осуществляем. Точно так же мы можем осуществлять поколачивание по любой мышце. Вот, смотрите, я фиксирую руку и осуществляем поколачивание вдоль мышцы здесь, поколачивание вдоль мышцы здесь, вдоль мышцы здесь. Еще раз напоминаю вам, что массажные движения мы осуществляем, ну так, чтобы вам было понятно, от лимфатического узла до лимфатического узла, от группы, вернее, лимфатических узлов. Они находятся, посмотрите, в укромных местах, в ямках суставных, голеностопные, подколенные, паховые лимфатические узлы, лучезапясные, локтевые и плечевые. Поэтому мы не делаем массаж до середины голени и бедра, а делаем всю голень и все бедро. Можем осуществить одномоментно бедро и голень, но не прерывать на середине, точно так же, как и рука, точно так же, как и спина. Не доходим до середины спины, всегда доходим до лимфатического узла. Это очень важно, потому что это работает на усиление движения лимфы по лимфатическим протокам, а лимфа движется в системе лимфотока от группы узлов до группы узлов. Поэтому прерывая на середине, не доведя до следующей группы узлов, мы замедляем движение лимфатока, вместо того, чтобы его увеличивать. Поэтому, я надеюсь, вы меня услышали, на следующих наших встречах мы к этому массажному комплексу добавим определенные гимнастические упражнения, которые можно применять у детей первых месяцев жизни. Вот пока вы, я надеюсь, начнете пробовать, начнете осваивать эти массажные движения, если что-то будет не получаться, не расстраивайтесь, у вас всегда есть возможность проконсультироваться с нами, попросить показать то или иное движение, которое у вас не получается. Есть возможность пообщаться по скайпу, по ватсапу, то есть вариантов достаточно много. Единственная просьба, не откладывайте это в долгий ящик и старайтесь делать все правильно. Тогда ваши дети будут здоровее и активнее. Вы это увидите очень скоро, потому что массаж на самом деле вещь чрезвычайно полезная для наших с вами детей. На этом я с вами прощаюсь. Берегите себя. До новых встреч.